В июне 1941 года советская власть депортировала в Сибирь около 10 тысяч жителей, тогда уже советской Эстонии. Вчера в Таллине были проведены памятные мероприятия, депутаты Ригикогу приняли обращение, осуждающее насильственное переселение тысяч людей, многие из которых не выдержали тягот и погибли. Среди тех депутатов, которые не проголосовали, был и Михаил Стальнухин. Он является членом Конституционной комиссии, в которой и разрабатывался проект обращения. Я готовился к этому заседанию и выяснилась такая вещь. Этим репрессиям подверглось, например, свыше 400 человек из еврейской общины Эстонии, которая в то время составляла вообще около 4500 человек, то есть 9% населения. Предложение Михаила Стальнухина внести в текст обращения то, что в результате июньских депортаций пострадали несколько сотен евреев и более тысячи русских, не нашло отклика в комиссии. Стальнухин подчеркивает, что не стал голосовать исключительно для того, чтобы иметь моральное право вернуться к этому вопросу в будущем. При оценке числа жертв депортации он опирался на черную книгу «Общество Мементо», опубликованную в 1996 году. Кстати, в печатном варианте этой книги есть и мой дедушка, его тоже репрессировали. И я брал только людей с русской фамилией, именем и отчеством. То есть Иванов Трофим Семенович, ну это мы можем сказать, что это, наверное, русский, да? А Иванова Малле, дочь Каспора, наверное, все-таки эстонка. Но вот выяснилась интересная вещь, что, естественно, все 630 страниц я не могу за выходные прочитать и выписать, но при раскладке просто по разным буквам получилось так, что этот список репрессированных содержит где-то от полутора до двух тысяч русских. Сотрудники новостей Эстонии также связались с депутатами Мартином Репинским и Ольгой Ивановой, которые тоже попали под критику в связи с тем, что не голосовали за принятие заявления. Они отметили, что не могли этого сделать, так как в это время участвовали в других мероприятиях и подчеркнули, что лично поддерживают осуждение о депортации и преступлении против человечности. Возможно, что некоторым общественным деятелям, прежде чем выступать с обвинениями в недостаточном патриотизме, стоит немного внимательнее разобраться с фактами, а только потом генерировать громкие заголовки и обвинения. Алексей Иванов, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Продолжение следует...